Всем доброго времени суток. Сейчас я сыграю прилетную мимолетность Александра Зубченко, затем сделаю его разбор. Разбор называется «раз-два-три». Разбор будет очень простым, понятным на «раз-два-три». Почему так, вы вскоре сами поймете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Итак, приступаем к разбору этой мелодии. В нем, в такте этой пьесы, четыре основных доли. И каждая доля строится на триоле, на трех нотах. Это не так страшно, как вам кажется. Значит, первая доля считается таким образом. Раз, вторая – два, третья – три и четвертая – четыре. Это вступление. Это я сейчас сыграл вступление. Как это объяснить попроще? Значит, мы играем шестую, третью, вторую струну. Это первая доля. Вторая доля – первая, вторая, третья струна. Третья доля – первая, вторая, третья струна. И четвертая доля – первая, четвертая, третья струна. Раз, два, три, четыре. Получается раз, два, три, четыре. Значит, играем всю пьесу на раз, два, три, четыре. Итак, сыграли вступление. Затем играем снова шестую, третью, вторую. Но на первую, вторую, третью подставляем уже определенные ноты. Значит, играем в открытые шестая, третья, вторая – это первая доля. Вторая доля идет первая, вторая, третья. Но на первую, вторую, третью мы подставляем уже палец, третий палец, ставим на третий лад первой струны. И играем два, на счет три второй палец ставим на уже первую струну, на второй лад. Три и четыре. Играем на открытых струнах, на первой, второй, третью. И получается у нас шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Затем первая, вторая, третья. И снова первая, вторая, третья. В быстром темпе это звучит так. Все довольно просто. Дальше. Первый палец ставим на вторую сторону первого лада. Второй палец ставим на третью сторону второго лада. и прижимаем первую струну четвертым пальцем на третьем ладу. И снова играем. Только уже начинаем с пятой струны. Раз, два, три. Пятая, третья, вторая. И затем снова будем играть первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Затем ставим третий палец на второй лад. И играем первая, вторая, третья. И снова играем первая, вторая, третья. И на раз, два, три, четыре. И получается у нас Раз-два-три, 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 раз-два-три. Или же. Затем точно так же ставим второй палец на пятую струну второго лада, а третий палец на первую струну того же второго лада. И по тому же принципу играем с пятой струны. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Только третью и четвертую долю мы играем на открытых струнах. И у нас получается. Раз-два-три, четыре. Затем строим аккорд. Строим аккорд, не отпуская второй палец. Аккорд строим на втором ладу. Второй палец на пятой струне. Третий палец на третьей струне. И четвертый палец на первой струне. А первый палец на четвертой струне первого лада. И играем с пятой струны. Играем с пятой струны. Пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая. Это получается раз-два-три, раз-два-три. И затем опускаемся на струну ниже. И то же самое играем с четвертой струны. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Получается у нас, если с четвертой считать, раз-два-три, раз-два-три. И этот палец тоже получается, раз-два-три, четыре, тоже на четыре четверти. И он звучит так, если совсем не считать доли. Затем звучит бас. Бас начинается с пятого лада, с нотки Си. Пятый лад, второй лад, пятая струна. Пятая струна, прижатая на втором ладу. Затем переходим на третий лад. Прижимаем пятую струну. Возвращаемся назад, на второй лад. Пятая струна. Пятая струна открытая. Затем шестая струна, прижатая на третьем ладу. Шестая струна, прижатая на втором ладу. И открытая шестая струна. Звучит этот бас так. И затем переходим на повтор этой части. После того, как вы сыграли бас. Шестая, третья, вторая. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Повторая. Итак, мы с вами уже выучили первую часть этой пьесы. Я сейчас ее повторяю целиком. И снова после шестого баса, после баса на шестой струне, после баса на шестой струне, мы берем третью, вторую струну и начинаем с первой струны, с двенадцатого лада. Двенадцать и начинаем первая, вторая, третья, первая, вторая, третья здесь по каждой нотке. Играем прижатую первую струну на двенадцатом ладони снизу, потом на десятом, потом на восьмом, на седьмом. Потом открытую, открытые струны первая, вторая, третья. Потом прижатую на втором ладони, потом на третьем ладони. И потом прижимаем малое баре на пятом ладони. ля минор. Играем снова и ля минор, и к ля минору добавляем еще нотку до, прижатую на восьмом ладони. И играем по принципу. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья, первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. Снизу играем первая, вторая, третья. Потом скользящим движением переставляем пальчик на седьмой лад. И снова играем первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. А в быстром темпе то, что я сейчас разобрал, будет звучать таким образом. Затем то же самое, то же самое, эту часть, которую мы уже с вами разобрали, мы играем, повторяем, я повторю в быстром темпе, чтобы вы понимали, что эту часть, эта часть уже разобрана. Но затем вместо ля минора и плюс нотки до, плюс нотка до на восьмом ладони, мы играем уменьшенный септаккорд. Уменьшенный септаккорд построенный таким образом. Четвертый палец на восьмом ладони первой струны, второй палец на второй струне седьмого лада и третий палец на восьмой лад, третья струна. Бас начинаем с пятой струны с нотки ля и играем таким образом тоже. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Затем переводим, не меняя позиции пальцев, на полтона ниже. Первая, вторая, третья. И снова первая, вторая, третья. Затем добавляем первым пальцем нотку, это соль диез у нас будет, соль диез на шестом ладу и играем с него. Четвертая, третья, вторая. Четвертая, третья, вторая, но затем мы играем, переводим в такой же позиции все пальцы на десятый лад и играем первая, вторая, третья. И переводим еще на полтона ниже. Снова играем первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. Затем, затем с этой позиции, с этой позиции, в которой четвертый палец находится на девятом ладу, мы играем сверху вниз. Четвертая, третья, вторая, затем на двенадцатый лад переходим, первая, вторая, третья. На полтона ниже, первая, вторая, третья. И снова первая, вторая, третья. И затем мы играем вот таким образом. Такой ритмический рисунок у нас получается, начиная с одиннадцатого лада, если мерить мерками первого пальца левой руки. Затем переводим первый палец левой руки на седьмой лад в такой же позиции. Затем переводим седьмой палец на четвертый лад в такой же позиции. И затем переводим первый палец на первый лад в такой же позиции. И играем уже знакомый вам бас. И начинаем первую часть, которую мы уже выучили. Но, но сейчас я вам полностью повторю вторую часть. Вторую часть, которая играется на уменьшенном доминант септаккорте. На уменьшенном септаккорте, который строится вот таким образом. Смотрите внимательно. Итак, мы сделали разбор второй части. Сделали разбор второй части. Кто внимательно слушал, тот поймет, что к чему и быстро выучит эту пьесу. Сейчас сделаем разбор заключительной части этой пьесы. После того, как мы сыграли вторую часть, мы играем первую часть. И играем заключительную. Заключительная часть звучит так. Как ее сыграть? Мы играем после того, как мы сыграли знакомую вам бас. После шестой струны играем третью. И потом первую и вторую одновременно. Потом прижимаем на первом ладу вторую струну, а на втором ладу третью струну. И играем с пятой струны такой же ритмический рисунок. Пятая, третья и первая, вторая вместе. Снова повторяем шестая, третья и первая, вторая вместе. Затем то же самое повторяем с пятой струны. И потом играем такой форшлаг. Ми, соль, ми, соль. После этого играем си, ми, соль, си. Значит, играем шестую, потом с форшлагом шестую прижатую на третьем ладу. Затем играем на втором ладу ноту прижатую вторым пальцем. Затем третий палец переводим на четвертую струну, на второй лад. Затем играем открытую третью струну, вторую струну. Затем переводим первый палец на седьмой лад. Второй палец на восьмой лад второй струны. И третий палец на девятый лад третьей струны. И играем с третьей струны. Сыграли это. Потом играем флажолет двенадцатого лада. Играем си септаккорд, знакомый вам уже ранее. Арпеджио, начиная с пятой струны. И начиная с шестой струны ми минор. Ми минор, шестая струна открытая. Пятая струна прижатая на втором ладу. Четвертая струна прижатая на втором ладу. Остальные все струны открытые. И так, еще повторяю, как это звучит. И так, мы сделали разбор апрелюда мимолетность Александра Зубчина. Всем, кто досмотрел до конца видео, спасибо. Всем, кто выучит, еще большее спасибо. Всего доброго. До новых встреч.